здравствуйте уважаемые любители летных вида спорта но сейчас будет контент огнище на почему так получилось сейчас поймете во первых мы над аэродромом не от нашего над соседским потому что мы летаем с него сегодня ветер дует достаточно сильный южный и мы не можем взлетать с нашего аэродрома но собственно это был крайний полет то есть мы должны были приземляться уже на своем аэродроме а друзья наши которые приехали покататься они должны были на машине переехать на наш аэродром в общем волка за и капуста но ключи от машины оказались в планере и нам нужно или приземляться на аэродром отдать ключи или бросить ключи на какого-нибудь парашюте есть парашюта я выбрал свою пуповку вот она готова и сейчас мы только ждем самолет должен приземлиться вот он кружит над аэродромом бросать я буду с маленькой высоты естественно потому что не хотелось бы с этими ключами так сказать расстаться но я хотел еще полетать поэтому с минимальной высоты с которой хочу бросить я не боюсь я не выпарю и поэтому мы просто сейчас сбросим ключи выпустим двигатель и заведем мотор подтянемся к склону вот такой хитрый план вы будете видеть все это непосредственно исполнение вот заход видите заходит против ветра то что южный ветер достаточно больший сильный стал вот самолетик заходит против ветра тоже понаблюдайте посадочку и самолетик ну попутный ветер на посадке естественно немножко страшно про вот 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 ну хорошо да контент огонь самое неприятное что может случиться сейчас это пуховка с ключами зацепиться например за крыло и дальше мы будем благополучно лететь в такой конфигурации тогда и мотор будет страшно завести потому что иначе он за мотает все это к чертовой матери и мы просто тогда скажем так тоже приземлимся то есть такое забавное сочетание так вот самолетик зашел приземлился сейчас он зарулит и дальше мы можем заниматься уже непосредственно нашими делами сейчас надо главное учесть ветер чтобы эту пуховку не сдуло бесповоротно и окончательно как-то вот с такой позиции мне нужно сбрасывать это наверное пониже если с такой позиции сброшу я кстати вполне себе дотяну до склона давайте попробуем обойтись без мотора смысле но его сбрасывать но также интересней я сейчас я сейчас не меня не вот я что так ценим и ветер юго-восточный то есть я сбрасываю отсюда то да то слишком мы пересекаем все что тут можно тут еще и моделисты просто летают мы можем им помешать это не приемлибо ладно итак мы на всякий случай выпускаем шоссе на случай посадки да можно дать и наушники будет удобней включаем авионику двигателя вот так и теперь я буду выпускать двигатель но не буду его запускать выпускаем мотор мотор пошел так все двигатель готов запуску он создает там дополнительное сопротивление я сейчас попробую пройтись над краешком полосы так чтобы никому не мешать колдун на отлично показывает ветер не сильный я надеюсь что вот с этого с этого удаления куртка пойдет в нужном направлении никаких самолетов которые готовы взлетать нету авиамоделисты летают на своем секторе футочку и готовлюсь по приметанию полностью опускаю руку вниз и сбрасываю куртку ищем где она видишь и я не вижу так ну в любом случае нам уже мотор запускать пора я не вижу Я вижу, что она упала, видишь? Где? А в начале вот этого перехода, вот я вижу, что на ней побежал. Ага, вижу, да. Да, вот они, да. Все, отлично. Да, веселая получилась миссия, все в порядке. Двигатель убран. Ага, можно снимать наушники. Да, можно снимать наушники. У меня аж камень. Что? У меня что-то отлигло отверстия. Я так боялась. Ну, как это? Должно было что-то пойти. Так, да. Ну вот, все. Теперь можно расслабиться и получать удовольствие. Да, небольшой стресс. Но зато настоящее боевое приключение. Никогда еще такого не было. Никогда еще такого не было. Так что, чемпион. Чемпионка. Друзья, мы на моторе подтянулись к склону. Склон работает. И мы дальше набираем высоту. И уже дальше летим на энергии ветра, природы. В общем, будем получать от полета неизгладимое удовольствие. Ну да, видите, в аэродроме забрасывает сколько? До 5 метров в секунду подъем. Вот наш аэродромчик, на который мы сбросили ключи. Так делать, конечно, не нужно. Потому что, когда аэродром работает активно, вот это было бы удаческим подвигом, то, что мы сейчас сделали. Но, так как на аэродроме единственный самолетик летал, и он приземлился, опять же, был дельтапланчик Свифт, его кидают. Я немножко знаю, как все здесь работает. Три, два, один. Ну, поехали. Ух ты ж, и мама дорога. Друзья, я уже высоко лечу. И куда-то лечу. Куда-то лечу. Пошел. Полетел. Летит отлично. Молодец. Справляется с кренами. Вообще красава. Просто монстр. Идеально. Оп. Посмотрите, сколько он проедет, прежде чем оторвется. Блин, вообще. Посмотрите на это чудо. На определенной высоте, опять же, достаточно приличной, то есть можно было сманеврировать, как угодно. Бросил эти ключи, и они еще и приземлились. Удачно. Потому что лучший вариант, если бы они приземлились так, чтобы купить полосу, и тогда бы надо было бы запрашивать разрешение вытянув эту полосу. Что хочет героиня дня сказать? Я в шоке. Это был для меня большой сюрприз. Я вообще, да, с сегодняшнего утра не знала, что со мной произойдет. Меня муж всегда делает такие подарки. Экшн-подарки на день рождения. Вообще, спасибо Игорю. Спасибо любимому мужу за такое, так сказать, элевнис, да, такое приключение. Вообще супер. Всем рекомендую. Спасибо. Друзья, посмотрите на склон, с которого мы начинали набор. Высота сейчас 2600 метров, почти 2700. Вот мы попали в атмосферную волну. Тоже, можно сказать, подарок на день рождения. Везде дымка, но дует достаточно сильный ветер. Посмотрите. 56 километров в час южный ветер. И он вызывает, точнее, склоны, которые вот крыло показывают, с инженитом и так далее, горки, которые с той стороны, против ветра расположены, они вызывают раскачку атмосферы. Вот образовалась красивая такая устойчивая волна южная, редчайшая. Но завтра погода портится, дожди, собственно, поэтому и волна. Но южная волна обычно еще и мокрая. Кстати, вот в Больших Альпах там видно уже облака образовались высоко. Но у нас без облаков. Вот уже 2720 метров. Ну и я тратить время не буду. Попробую сходить на Пик-де-Бюр. Покажу красивую горку Пик-де-Бюр. Может быть, мы там выйдем повыше. Вот еще у нас и бомбометание, и волна. Но, видимо, мужа-жене действительно хотел сделать приятное. Вот посмотрите, как бывает. Какие бывают сюрпризы на день рождения. Вы спросите, почему я в передней кабине? Ну, потому что вес недостаточен для передней кабины. 50 с небольшим килограммов. Вот. Приходится мне своими 90 компенсировать эту проблему. Мы занимаем курс на восток. И пройдем вот так по прямой. На самом деле, ветер в правый пор достаточно сильный. Поэтому нас сдует к Пик-де-Бюру. Чего, собственно, я и хочу. Подходим к нашему склону Пик-де-Бюр. Высота, текущая, 2300 метров. Вот. Этого достаточно, чтобы пощупать, есть ли динамический восходящий поток на горе. Потому что, помните, да, ветер был 55 километров в час. Вот. И, по идее, здесь должно тянуть будь здоров. Проверяем. Ну, неплохо. По крайней мере, покачивает. Я понимаю, как с заднего сидения страшно смотрится вот эта гора, когда в нее лицом летишь. Поэтому, дабы не портить впечатление, я-то могу высоко... Знаешь, вы же знаете, что я могу еще ближе к склону прилететь. Не буду пугать пассажира. Ой! Обсерватория сверху. Красавица. Не от нас куда-то направлены наши тарелки. И здесь, может быть, друзья, такой хитрый эффект, что я подойду к склону, а восходящего потока не будет. Почему это может происходить? Потому что, смотрите, вот с правой стороны контур-склоны достаточно сильные. Если частота колебаний воздуха не совпадает с частотой, так сказать, вот этот проемок между гор, то восходящего потока не будет. И мы тогда полетим домой спокойненько. Как говорится, не век коту, масленица. Вот видите, потока нету. Я к скалам ближе не иду, потому что, если бы он и был, то он бы уже был. Как бы ветер есть. А потока нет. Может быть, так в этом случае перейти стоять волна. Да, покачивает, потрякивает. Нормально, это нормально все. Стоять и ставить волна, собственно, она вызывает вот эту раскачку, вызывает отсутствие динамика. И эта волна мешает нам здесь набирать. Поэтому я иду по направлению против ветра. Если бы я хотел продолжить полет, я бы пошел вот на этот склон. Он с большой долей вероятности работает, потому что там идет свободный заток воздуха через долину. Но я разворачиваюсь в сторону аэродрома. Не буду искушать судьбу. Нам и так несказано повезло. Да? Красота? Курс на аэродром. Сейчас. Мама потом будет. Мама еще будет. Друзья, наши приключения еще не закончились, потому что, как оказалось, дует достаточно сильный мать его юго-восточный ветер. Ну, естественно, если мы были в волне, то как могло быть по-другому? Это та самая причина, почему я с утра перелетел на запасной аэродром, и мы уже снимали, взлетали с запасного аэродрома. Направление ветра я вам пальцем покажу. Вот такое скило ветра. Ну, вот было наверху 97 км в час. Сейчас у нас 43 км в час ветер. Ну, больше 10 метров в секунду шпарит. Ну, по колдунчику видно, что это все тоже достаточно так серьезно. Ланнер постоянно трясет. Вот, смотрите, как у ветра. У вебря гуляют все крылья, как камеру шатает. Колыхает или колышет. Не знаю, как по-русски правильно. Так. И я буду садиться без всяких выкуртасов, потому что ответственный момент. На посадке будет нас пытаться развернуть в здание, потому что, видите, боковая составляющая ветра. Ну, сейчас меньше, но на порывах бывает больше. Градусов 30 он идет в полосе. и в такой ситуации, вот сейчас 60 градусов в полосе. Бывает так, что разворачивает в здание. Видите, вот здание рядом с полосой. Это ангар и жилье нашего друга Мишеля. Да, вот сейчас видно, поклону, что просто кирдык. Почти 90 градусов. Как страшно! Муж хотел аттракцион подарить по полной программе. И ключи посбрасывали. И сейчас еще зайдем на посадочку. Так вот, чтобы допугать окончательно пассажирку, я рассказываю, как Клаус однажды приземлялся и его планер как флюгер развернуло на здание. Он поехал мордой в здание и в итоге исправил ситуацию, положил крыло правое, полукрыло на грунт и тем самым избежал разворота на здание окончательно, сделал циркуль. Ну, я к этому готов, ко всем нюансам. И мы аккуратненько начинаем заход на посадку. Брасываю скорость. Да, во-первых, выпускаю шасси. Шасси выходит на вепре просто сказочно. Второе, закрылок сейчас на 10. Выпускаю воздушный тормоз и думаю, может закрылок на лендинг поставить. Нет, на лендинг не буду. На лендинге планер менее контролируем. Будет. Вот, колдунчики, еще раз проверим. Тормоза, видите, полностью выпущены. Блин, 90 градусов. Чуть-чуть, градусов 10 скос какой-то есть. И в такой ветер, друзья, с нашего аэродрома не взлетает, потому что попадают в ротор за холмом. Сейчас покажу холм, который нам мешает нормально взлетать. Вот, представляете, за этим холмом в этом случае мощнейший нисходящий поток. И сейчас он там тоже будет мешать. Поэтому у нас будет диагональный заход в такой ветер используется, чтобы не идти подальше от холма держаться. скорость я буду держать 115 километров в час. Так, ему не надо доложиться. Сэрлова, дитанго, ромьё, дауэн, для лингтусаус. И поехали. Доворачиваю, чтобы далеко от полосы не отлетаю, потому что ветер сильный и очень неприятный. И вот сейчас немножечко так, вот таким курсом. И теперь под 45 градусов в полосе я строго против ветра пойду на торец полосы. Вот так. Вот так. Сейчас немножечко тормоза убираю воздушные. И видите, как сейчас я в безопасности полной, что могу вообще с прямой против ветра приземлиться успею. Но так как я хочу уже вам показать, как садиться можно доехать до ангара собственного, то вот наслаждайтесь. Значит, сейчас видите, нос планера отвернут в сторону колдуна, под углом идем. Но перед касанием мне надо успеть дать ногу правую. Я даю правую ногу. Оп. Занял по оси, полосы. Идь. И касание сейчас. Оп. И поехали. Вот. Так как скорость достаточно высокая была, мне хватило рулей удержать планер. Его не развернуло здание. Но сейчас я подруливаю. И сейчас будет еще, конечно, высшим пилотажем, если я удалюсь доехать до ангара. Это, конечно, будет в сложившейся ситуации полным, как контентом, огнем. Эх, был бы ангар открыт, я бы туда и зарулил. Но, как видите, он закрыт. Я его лично закрыл, и ключик у меня в штанах. Так что, оп. Ну, смотрите, я с собой доволен. Мастерство не пробьешь. Друзья. Это просто невозможно передать словами. Да. Я жива, я лечу. Ура! Спасибо всем! Доставил целостной сохранности. Спасибо. Как впечатление. Фух. Ес. Друзья, отлично полетали. Я сам всегда в восторге, когда что-нибудь так складывается весело. Опять же, повод для ролика. До новых встреч. Глубоко уважаемые любители ледных видов спорта для таких же позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова